Это фотография сделана перед уходом на фронт в 1941 году. Ему было тогда всего 27 лет. Своего родственника Александр Львович знает только по этой старой фотографии, да по строчкам в наградном листе. Молодой политрук Арнольд Шапира погиб в самом начале войны, в сентябре 1941-го. Мужчина рассказывает, его отец часто вспоминал двоюродного брата. Как вместе жили в Красноярске, а потом семья известного фотографа Шапира переехала в Москву. Там Арнольд Моисеевич работал архитектором. В московской подземке проектировал станцию Площадь Революция. Но все планы разрушила война. Арнольда Шапира отправили на фронт для обороны Крыма. По воспоминаниям командиров его воинской части, они пишут, что он был весельчак, очень интересный, веселый человек. Он был авторитетом среди бойцов Красной Армии в своей воинской части и вел за собой солдат. На Перекопском перешейке вместе с саперным батальоном Шапира строил дзоты, противотанковые ловушки, устанавливал минные поля. 30 сентября 1941-го боец попал в самое пекло. Когда противник прорвал нашу оборону, Шапира расстрелял из пулемета больше 40 немцев. Но сам в том бою погиб. Вот что пишут в приказе его награждения орденом Красной Звезды. Шапира бросился к пулемету, прильнул к нему и свинцовым огнем начал поливать вражеские цели. Враг дрогнул, а затем, бросая убитых и раненых, начал откатываться. А стервенев, немцы бросили вперед тяжелый танк. Подойдя вплотную к проволочному заграждению, он в упор расстрелял пулемет. От снаряда смертью храбрых погиб младший политрук Шапира, но враг не прорвался вперед. Где похоронен Арнольд Шапира неизвестно, но Александр Львович будет благодарен участникам нашего автопробега, если они побывают на месте того боя. Эту просьбу, как и десятки других, сибиряки обязательно выполнят. Звонки поступают каждый день, множество звонков мы обрабатываем и постараемся учесть все просьбы жителей края. Они разные. Кто-то просит возложить цветы на могилу дедушки или прадеда, а кто-то просит просто побывать на могилке. Мы передаем все участникам автопробега и надеемся, что они, если не все, то большинство просит их исполнить. А мы продолжаем собирать фронтовые истории жителей нашего края. Присылайте рассказы и фотографии о подвигах ваших дедов и прадедов на нашу почту или на специальный сайт. Сейчас вы видите адрес на экране. Мы должны сохранить память о наших героях-сибиряках. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости. Партнер проекта – компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Новости.